На Лизуна, походу! Даже зачем? Она упала! Горит же! Зачем? Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. У меня сегодня даже не будет в руках укулеле, потому что это новая серия Моменты жизни Я знаю, что многие из вас любят смотреть мои моменты жизни. И для тех, кто недавно на меня подписан, давайте расскажу, что это такое. Моменты жизни это такой лайфстайл-влоговый формат, в котором в течение месяца я снимаю какие-то кусочки из своей лайф. И по итогу я это потом все соединяю в единый видос, что у меня произошло за определенный месяц. Вот, например, сегодня я вам расскажу, что у меня произошло в октябре, поэтому сейчас садись поудобнее, бери что-нибудь там пожевать, похрумчать, и погнали смотреть! Короче, ребят, рассказываю, мы не готовимся. Сегодня мы ездили искать мне пальто или куртку, и весь день мы были вместе, и я не успела сделать свой день медитации и йоги. Я сейчас прохожу курс для новичков, тебе нужно каждый день делать определенный открытый урок, доступный вот сейчас. Если ты пропустил какое-то занятие, тебе придется заново делать первый день, а весь этот курс делается 21 день, соответственно. Я сегодня на пятом дне, я сказала девочкам, когда мы придем домой, а время уже, честно, минуточку 23.17, мы делаем йогу. Это очень заманно выглядит, короче, сейчас я пойму, что происходит. Мне кажется, я выгляжу, как горбатая крыса. То, что нужно. Пидите левую руку и наклонитесь вправо. А мы в конце будем как турбаки лежать. Мне кажется, на видео это так страшно. Вытяните ноги вперед. Блядь, не успей себя так. Если слишком легко, я не проведу ничего. О, так прикольно. Дыхание естественно без шеи. Если вы хотите тоже попробовать тренироваться, поделать йогу, то есть обалденное приложение. Я вам сейчас кидаю вот очень хорошее приложение. Реально много разных доступных вариантов, что вам нравится, что у вас болит бесплатно. У меня возник вопрос ко всем. Вот у нас есть Сашин такой обалденный аквариум. Девочки говорят, что этот шум воды их напрягает, и они хотят от этого в туалет. Но когда я сижу, я кайфую. Мне нравится звук, как будто я сижу у водопадов. Вот со стороны, ваше мнение, какое? Этот звук вас вызывает отвращение, хотите в туалет, или же вы расслабляетесь, как будто сидите у водопада? Напишите в комментариях. Между прочим, Бима любит смотреть, это как мультик. Сейчас даже покажу вам. Она смотрит обычно со звуком и без, и всегда вот нравится, очень захватывающий сценарий. Актеры тоже красавчики, молодцы. Я сегодня составила нам план на выходные. Мы едем завтра в Кушкин. Идем в Екатерининский дворец. Там походим. Внутрь мы никуда заходить в Кушкин не будем, поэтому завтра одеваться надо тепло. Есть мраморный мост. Я посмотрела, как он выглядит осенью. Мы туда идем однозначно. Потом за Екатерининским дворцом идет Александрийский парк. Там тоже можно походить, прогуляться. Типа тоже очень красиво. Египетские ворота тоже недалеко. Там арсенал через дорогу вообще. В Кушкин вообще манка. Дальше. Поедем. Мака там нет. А как? А что делать? Итак, итого. Трип в Кушкин! Ребята, мы реально приехали в Кушкин. Ну, причем мы приехали, вот говорят, что скупой платит дважды. Это про нас. Север, расскажи историю. Мы решили без пересадок доехать на автобусе и дойти пешком. Ну, там сколько? Минут 20 пешком идти. Ну, мы дошли. Мы не переплатили. Заплатили только один раз. Мы купили билеты. В итоге обычный стандарт только через три часа. Три часа, да. Короче, нам пришлось купить еще раз билет. И мы посчитали, что... Говорят, что скупой платит дважды. То есть мы заплатили два раза за этот билет в Пушкин. Потому что мы сэкономили на метро. Короче, ребята, не скупитесь и проверяйте, куда вы едете. Я надеюсь, вы прочувствуете всю эту красоту. Ну, это реально очень красиво. Ну, вот, вот. Я просто обычно дома сижу. Не вижу ничего. Вау! Ну, что скажете, что скажете? Газон газом зеленый. Зеленый газ, он идеальный. Красота. А, это детская площадка была, я думала. Что там за особняк? Это же потрясающе. Что-то такая хорошая погода еще. Мы все-таки пришли в Кантерененский парк. Проблема в том, что оказалось вход платный. 150 рублей. Но, если вы студент, то вам будет 80 рублей. Так получилось, что девочки не взяли с тобой инстуденческие. В итоге они купили за 150 рублей. Я купила за 80 рублей. Юлечка у нас, покажи карту нашим зрителям. Ознакомлюсь с местностью. Мы решили, что больше сегодня мы никуда не пойдем, потому что эти деньги должны окупиться. Не говорит мне, вы здесь. Как я могу понять? Это просто огромное пространство. До нас сейчас девочками дошло, что это же все территория Екатерины в свое время. И у нее такая хата, такой тусич, что мог у меня тут происходить. Первая локация, это Эрмитажная кухня. Давай поближе подойдем, ничего не слышно на нашем зрителям будет, ничего не видно нам. Зрители твои такие счастливые, бесплатные, везде бывают. Да, и Эрмитаж, и пупсики наши. Красивенько, красивенько. Слушаем тебя, расскажи нам быстренько. Павильон Эрмитаж вас сдвигнут по проекту расстрелия с 1748 по 1756 год. Интерьеры украшены резьбой. Вот, девочки, резьба. Зеркалами в золоченых рамках и живописи на мифологические сюжеты. Вот, это была мини-экскурсия с Юлечкой. Мы пришли на второе место. Это что? Это грот. Это грот. Юлечка, расскажи про него быстренько. Елизавета Петровна, его, правда, построила расстрельный, тот же самый, который строил до этого Эрмитаж. Строительство завершилось в 1760 году, а внутренняя отделка была изгонена по чертежам Ринальди в 1780-е годы. То есть 20 лет они внутри еще что-то там делали? Да. Елизавета Петровна успела уже состариться, пока там все это делали. Вы посмотрите, какая красота. Какая красота. Вот обведи, вот обведи. Вода прозрачно тистейшая, потому что никто дно не бламутит, кроме уточек. Кто приедет в Питер или кто живет в Питере, не поскупитесь по времени. Выдавайте день, съездите в Пушкин, посмотрите на эту красоту, если вы студент или какой-нибудь льготник. Может, обудьте студенческие. Студенческие не забудьте. Как мы с Юлей. Вот как девчонки забыли. Приедете, посмотрите, подышите свежим воздухом на красоту, посмотрите. Вообще прям вау. Ребята, мы обыграли эту игру. Вот мы вам показываем в нормальном таком виде. Мы просто пришли, по вот этой мосточке пришли сюда, чтобы вам показать в хорошем варианте, что это за китайская беседка. Бежала. А что там хотя бы? Орешек. Мы все-таки дошли до Юлиного места, Арсенал, который она хотела посмотреть, как она нам прочитала и рассказала, что тут раньше хранилось всякое оружие, музей оружия. И сейчас там тоже внутри музей оружия. И, кстати, прикол в том, что у Саши есть такая картонная модель. Я вам фотку вставлю. Она стоит на Альберте. Вот это вот сооружение, арсенал. Девочки, как вам вообще путешествие наше? Он бомбезный. Я вас просто... Восторгни. Это же бомбезный. Я даже устала, девочки. Мария Петровна пытается учиться с моим разбором. У нее... У нее хорошо получается. Для первого раза, между прочим. Группа поддержки. Да, 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 да. Да. У меня палец сейчас сломается. Вот, супер. Опоздала, опоздала. Смотри на слова. Красотка, молодец. И я скажу с ума, мама, я попал в сердце. Тебе нравится? Тебе нравится? Красотка, молодец. Очень хорошая для первого раза. У нас же Мария Петровна начала заниматься у меня на укулеле. Елечка тоже вспомнила, что давным-давно она тоже хотела научиться играть на укулеле, но из-за длинных ногтей это, ну, не фартануло. Too much. И ей пришлось, покажи, на левую руку обрубить вот эти... Это правая рука. А, в смысле, зачем правая рука? Ну, тебе налево надо убрать. А что я буду ходить? Тут длинная, а тут короткая, что ли? А, ну вот, придется состригать все свои ногти. Непосильным трудом выращивала их. Обрубки какие-то. Тебе придется прямо вот так вот сделать налево, как у меня. Итак, запоминаем дату, сегодня у нас 15 октября, потому что это событие века. Вы посмотрите, на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков. Именно эту цифру я в каждом видео говорила, что у меня это мечта. И вот, она свершилась, вы представляете? Она свершилась! Я безумно рада! У меня сейчас такие эмоции, как будто у меня день рождения наступило, потому что эту цифру я долго пробивала. Я себе ставила цель, даже вот доску желания делала, где написала, что я вот хочу в этом году добить. Я думала, что я где-то в декабре добью, а я ее добила в октябре! Даже мои последние дни рождения им приходили так весело, как вот эта вот цифра! 100 тысяч! Вы представляете? Это очень много! Я безумно рада! Я безумно рада, что вы меня смотрите, что вы мне помогаете! В общем, сейчас я мысли соберу и скажу слава благодарности. Хорошо? Хорошо, давайте! Даша стукнула 100 тысяч подписчиков на канале! Мы с Машей давно планировали сделать торт ей, чтобы она сфоткала... Да, в честь 100 тысяч! ...в честь 100 тысяч подписчиков на канале! У нас был белый круглый торт с сметаной бисквитной! Будет кнопка YouTube! Будет 100 тысяч подписчиков! У вас 100... Ну, будет бугла! СТОН! СТОН! Прикол в том, что мы купили отдельно красители, жидкие пищевые и карандаши гелевые. И это казалось одно и то же. То есть, вот это с красителя, а вот с карандаша. Идентично! Нас развели на доллары, девочки! Вообще, из-за твитары выливают все. Ну, Юля, Юля как знала, как знала, что мы будем готовить торт на 100 тысяч, она купила такие громовые весы, которые мы сейчас испробуем и в точности по рецепту сделаем. Пока считает, что мы цел... О! Все! Ровно! Один, это я, это я. Вот так еще сделаем. Нормально. Да нормально. Нормально что-то, нормально что-то. Подготовили духовочку, сделали тесто. Мы очень переживаем, что оно вытечет. Поэтому я решила... Я с Марией согласна, солидарно, давай. А я говорила покупать яйца. Нет, там еще есть, наверное, у нас. Мы что, ждем теперь 40 минут? Коржи остывают, пекутся. Девочки тут вообще во всю ару же не делают. Мари, расскажи, что делаешь? Я хочу сделать укулеле, но, блин, что-то как-то... Что как-то? Что, укулеле не знаешь, как выглядит? О, это краска. А тут был карандаш, значит. Горит же! Зачем? Девочки, оно подгорает. Вы посмотрите, что Мари вылепляет. Это же укулеле! Какая красота. На данный момент у нас вот так вот все это выглядит. Божественно. Посмотрите на девочку, как она улыбается. Нам нужно сейчас сделать кнопку YouTube. И чтобы все идеально подошло, я пришла с линейкой. Вымели нужное пространство. Диаметр, ширина 14. Я хочу вам показать этот хвостик Пепе. Спасибо большое, Мария. Мария сейчас только что мне предложила идею. Надо было снять это все отдельным видосом, а не в моменты жизни. Вроде бы на улице еще так светло, а у нас так уже темно. Вы не думайте, что мы ради видео поставили сюда лампу, у нас просто света нет? Даша, ты что съешь, укулеле или Пепочку? Давай я так присяду? Давай. Задувай свечи. Давай, давай, давай. Вы готовы? Вы готовы? Ура! Ура! Идем! Блин, как будто день рожденье. Моменты жизни. Мария Петровна, она же у нас занимается на укулеле, теперь выучила. Молодец, умничка, песенку, научила я играть небольшую мелодию. Сейчас Мария нам продемонстрирует. Браво, белиссимо, грация. Где мои букеты? Только венерические. Петру хотел. Ну, вы просто это посмотрите. Ты давай не облизывайся тут, дорогая. Она, походу, ревнует. Ты чего ревнуешь? Ребята, у нас возникли взрослые проблемы, и мы сейчас их будем решать. В общем, помните, в одном из моментов жизни, в выпуске, мы открывали это окошко, делали такую террасу. Твой вердикт? 10 из 10. Миллион из 100. Ну, на улице не мой месяц, как вы видите. И оно начало суперсильно продувать, что нам приходится ходить вот в куртках, как Мария Петровна, с таких вот шлепочек. Мы нашли у нашего арендодателя вот эту вот липкую ленту. Тепло-шумовую, изоляционную, теплота, что-то пым-пым-пым. И будем это все сейчас обклеивать, чтобы хотя бы как-то согреться. А то, что это мы тепло наружу пускаем, на улицу, а мы за него платим. С какой стати? Вы меня извините. Смотри, пожалуйста, расскажи нашим ребятам, как затыкать окна деревянные. Так, а я что, знаешь, я по этому, по интуиции даже. О, мой бог. Сколько лет это лицо снимите? А вы дальше как? Да, 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 все верно, да, я вижу, вот, да. Вот так? Ого, ага. Ремонтные работы, звоните, Мария Петровна все сделает вам. Я прораб. Я с вами связываюсь, а Мария выполняет все работы. Что? Она закончилась. Это 10 метров? Нет, еще живот. А, блин. Моменты жизни. Мало того, что теперь Мария со мной занимается, теперь к нам присоединилась Ильичка наша. Она покажет свои короткие ноготочки. Мы сейчас вам продемонстрируем, что у нас Юля научилась. Три, четыре. Три, четыре. Извините, я. Рубкие глаза, конверс на ногах. Глубые пахнут прям как черешня. Как всегда, репортаж из нашей хаты. Вот Александр у нас тут включил светомузыку этим рыбам. Он говорит, что этот синий свет, который он включил, это свет луны. Александр, тебе больше нравится синий? Разговор окончен. Спасибо, до свидания. Было очень вкусно. Мало того, что у меня вышел сборник, я решила основательно быть как настоящий блогер и сделать небольшой мерч в виде наклеек и открыток. Это анбоксинг. Анбоксинг от Дарри. Ничего не понятно. Вот это красота. Я уже это вижу. В общем, я заказала 50 штук таких открыток формата А6, чтобы можно было удобно наклеить. Они такие клевые. Я прям не могу. Это сделано в стилистике нашего сборника, который вышел с Наташей. То есть вот эти все рисунки есть на протяжении всего сборника. Это настоящий стикер-пак. Прям можно взять, отклеить, прилепить и быть самым модным, крутым на районе. Но это не все. Также я заказала открытки. Здесь их 50 штук. Здесь три формата открыток. Но это не просто какой-то кусок картона, на котором напечатано, да? Обычно вы можете подумать, не-не-не, это прям настоящая открытка. Потому что сзади вот тут можно написать свои пожелания своему укулеле-другу, отправить куда-нибудь там за 3-9 земель, марочку наклеить. И, скорее всего, в данный момент, когда вы смотрите, они уже доступны в продаже. Ссылочки в описании посмотрите. На всякий случай, если что, можете приобрести такие штуки. Блин, я прям так счастлива. Мы занимаемся йогой. 21 день. Прошли курс целой йоги. И мы уже давно задавались вопросом, как зовут женщину, которая нам все это преподает, все эти асаны показывает. У нас есть предположение, что ее зовут Ксения. Мне еще показалось, что Анна тоже ей подошла. Прямо Анна. Анна либо Ксения. Может, у нее второе имя Ксения. Ксения Анна. Ксения Анну. Красиво звучит. Нам стало очень интересно, как ее на самом деле зовут. Мы прошерстили Инстаграм, Ютуб, их сайт официальный. Я даже в Фейсбук сошла, но там ничего не понятно. Я не понимаю в Фейсбук. Мы решили написать поддержку йога-клама. Они должны поддержать. Как зовут эту женщину. Я даже могу вспомнить, как я написала. Доброго времени суток. Не могли бы вы уточнить, как зовут девушку, которая... Ты можешь зачитать. Нет, я уже не помню, где она находится. Где зовут девушку, как зовут девушку на видео, по которой мы делаем... А стараемся делать асаны. Будем ждать ответа. Всего доброго. Ждем мы пока ответа. Ответа пока нет. Но мы надеемся. Зато мы узнали об этом йога-клоп очень много. Где они снимают, что это только для русских, кто является основателем, что делает сейчас этот основатель. Покажи приложение, чтобы люди начали заниматься. Действительно очень крутая штука. Вот йога-клоп. Посмотрите, какой интересный у нее папочка называется. Фараон, привет. Хорошее приложение. Мы занимаемся. Целый курс прошли, аж на 21 день без перерыва. Вообще. I'm skinny. I'm long. Всем утро доброе, девочки. Сейчас Ильичка нам будет делать какую-то омоложающую процедуру. Что-то у нее тут своя тактика. Будем клеить вот такие патчи. Это вот сосиски. Это вот сосиски, а это вот патчи. Я ни разу не пользовалась патчами. Написано, что мощное омоложение, разглаживание морщин. А с чего их сделано? Ну да, холодок. Ха-ха-ха-ха-холодок. Ха-ха-ха-холодок. Все, настал мой черед. Вы меня просто не узнаете. Ха-ха-ха-холодок. Даже может рот закрыть. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, даже на лизуна похоже. Даже зачем? Она упала. Слезы птили. Ха-ха-ха-ха. Ты их прикриви как-то. Вот, совсем другое делай. Ой, чувствую, чувствую, как все разглаживается. Всякие токсины уходят. Лаборатория просто. Рассказываю историю. Помните, я вам рассказывала, что ребята мне купили телескоп, который мне не нужен был? Мы тебе дарим. Телескоп! И вот я его продала. И на тот момент я купила себе штаны, спортивный топ и весы. Еще мне там остались какие-то деньги, я докинула на пальто. Так вот, купила я эти весы, умные весы. Xiaomi, что-то там с Heal 2. Я слышала, что в этих умных весах можно не только посчитать свой вес, но сколько у тебя белков, жиров, воды в организме, сколько укусной массы. Короче, все, просто узнать о своем организме. Купила я эти весы. Мы что-то с девочками пытались их подключить. Вес он считает, а вот саму вот эту вот портянку, что у нас по весу, не показывал. Я посмотрела все разборы, обзоры. Не могу найти. И потом чисто случайно увидел, что оказывается я купила не ту версию весов. И я продала все весы на Авито и купила настоящую ту версию, которую тебе посчитают и белки, и жиры, и сколько там у тебя индекса массы тела. Все, все, все. Вот Мария сейчас этим занимается. У нас такой небольшой... Очень сложно. Очень сложно. Небольшой уголок здоровья. На данный момент, ну так как мы вечером сейчас это делаем, мы так чисто посмотреть, работает это или нет. У меня оценка тела 71, у Юли 100. У Юли 100? У меня пока не 100. Но я хочу быть 100. Но мы идем к этому. Девочки, ночная Юля. Да, Саша, давай быстрее. Да подожди, я еще не встала. Юль, шпагат. Вы шпагат. Это же удобно. Да. Точно? Да. Правая рука зеленый. У меня правая рука на зеленом. Левая рука зеленый. Приложки, будешь взрывать. Ну что я за тебя собрала? Суй. Сашульна, пожалуйста. Я собралась. С-е-фа. Ой. Е-фа. С-е-фа. Правая рука зеленый. Ой, Сашулик. Время, блин. Время два почти. Дискриминация пошла. У нас зеленая была нога. Саш, ты сдался? Нет, просто я узнать хочу. У меня там уже тут стоит на синюю. Какой стоит? Сейчас правая поставили на синюю. Моменты жизни. Ребята, ну Юля, это радость, это веселье, это просто. Можно я расскажу нашим зрителям? Это шок, это успех, это свет. У нас наконец-таки появился в квартире свет. Два месяца жили без света, потому что не могут они прийти. В выходные дни, ну мы уладили этот вопрос, датчики, естественно, уладили эту бюрократию. Мы звонили в частную компанию, говорили, можете нам свет починить? И нам говорили, нет, дело только это коммунальщики. К коммунальщикам звоним, они говорят, нет, мы не работаем, выходные, там тырымпы-эмпы. Приходило три электрика, чтобы вы понимали, и говорили нам одно и то же, вызывайте заново, типа делайте заявку на выходные. Не могу не нарадоваться, это правда, это шок, это свет. Раз. Ну давайте вот так вот покажу, типа, там свет есть. Вот тут, тут есть свет, ну идите сюда, идите сюда, это мой роутер, ну тут тоже есть свет. Свет, у девочек есть свет, покажем, у девочек тоже есть свет, теперь у девочек есть свет, и у нас есть свет. И нет проводов, да, постоянно спотыкались, потому что, блин, этот роутер бедный, как он еще выжил. Давайте я вам покажу змейку этого жизни, как мы жили все эти два месяца. У нас вот тут стоял роутер, вот так вот, который линии просто жизни, вот так вот стоял. Потом, вот здесь все у нас стояло, естественно, в проводах, потому что вечером быстро темнеет, темнеет и быстро как бы нужно включить свет еще один провод и это вот так вот паутина вселенной с проводов мы шанишки приготовили девочки шанишки приготовили, очень вкусно, очень пекам вы прикиньте, что происходит Александр уезжает в родные просторы на неопределенное время он не выдержал, он переиграл в игру про поезда и теперь едет обратно в Челны на поезде, любимом Ржедевском скучать будешь? нет я знаю, что будешь нет, не буду я не знаю, помните вы это или нет но мы в очередной раз едем сдавать аж 4 пакета одежды благотворительный секонд-хенд под названием спасибо мы приехали, мы приехали, дорогие мои люди ребята, нам пришлось снимать через экран, потому что функция вот этих усов не действует вот таким вот образом не действует, не действует Мария, усиков не видно красотка как всегда и как обычно, на том же месте, смотрите, как пауза там в общем, девчоночки начали примерять эти парики, сказали, Дарья, померь тоже, у тебя же короткие волосы вообще хорошо пойдет я померила, а хотите прикол расскажу, у меня такой длиной раньше были волосы коса до пояса фотка кто я? я бы вообще хиппи хотела бы быть нет, хиппи я а кто я? кто я? в принципе, мне идет вот безобидно напоминаешь знаешь кого? я же учку ту это комплимент для меня это комплимент я реально бы, знаешь, в 60-е песни там может любую песню включить песниров? отвечаю, я вообще зайду к ним слушай, я вот думаю, что раньше мне длинные волосы шли, но когда я открыла для себя короткие волосы, поняла все конечно, и волос меньше потом падает шампунем мало тратится ребята, вот, рекомендую, короткие стрижки, топ блин, ты прям барби-гилл точно я люблю дироу работник и колхозница, вот кто я если тебе понравился этот видос, то обязательно поставь свой лайк напиши в комментариях вообще, как у тебя дела, что у тебя нового, я обязательно все прочту и отвечу ну а для всех любителей влогового формата у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни поэтому тыкай обязательно на эту подсказку и смотри, сколько тебе влезет ну а меня по-прежнему зовут Дарья скоро увидимся, пока!